Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Перед тем, как распланировать свой день, предлагаю вашему вниманию прогноз погоды. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10. Днем 22-24 градусов тепла. Один из крупнейших производителей цемента и строительных материалов Евроцементгрупп расширил линейку продукции на заводе в Карачево-Черкесии. Выпуск нового вида продукции реализован для эффективного обеспечения строительной отрасли России цементом высокого качества. Данный вид обладает высокими показателями прочности в ранние сроки твердения, что позволяет отказаться от тепловой обработки бетонных конструкций, а также снизить потребность в металлических формах. Цемент широко используется для изготовления моноблочных бетонных изделий, так как это позволяет сократить срок выдержки изделия в опалубке, а следовательно сократить и весь срок строительства. Таким образом, промышленные предприятия республики, несмотря на сложности, связанные с санкциями, не только не снижают объемы производства, а наоборот наращивают, при этом запускают новый вид продукции. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов объявил 2022 год. В республике годом людей с ограниченными возможностями здоровья. Детская стоматологическая поликлиника вносит свой вклад в помощь особенным детям и подросткам. И уже второй год им не нужно, как раньше, выезжать за пределы республики для получения стоматологической помощи под наркозом. О работе нового кабинета и как записаться на прием. Все подробности в репортаже Аллы Динаевой. Каждую пятницу три специалиста Республиканской детской стоматологической поликлиники. Хирург Альмира Узденова, заведующая терапевтическим отделением Олеси Очкасова и медицинская сестра Елена Простова с утра собираются в детскую многопрофильную больницу, на базе которой открыт кабинет, где оказывается помощь деткам с ограниченными возможностями здоровья. Есть определенные требования для оказания стоматологической помощи детям с ограниченными возможностями. В условиях поликлиники, то есть в амбулаторных условиях, это не представлялось возможным. Поэтому Министерство здравоохранения Карачаева Черкесской Республики приняло решение об организации кабинета на базе детской многопрофильной больницы. Вот уже два года, как функционирует кабинет, и мы можем подвести небольшие итоги. Мы понимаем, насколько актуальна и остро востребована была эта помощь детскому населению Карачаева Черкесской Республики. У Елены дочь инвалид. Она рассказывает, что временем раньше ребенку не могли лечить зубы без наркоза, и мы неоднократно обращались за помощью в детскую стоматологию. В детской поликлинике стоматологической сделали все, чтобы мы успели до 18 лет, потому что это абсолютно все бесплатно. Работа была проведена настолько качественно, то есть из того, что у нас осталось буквально там ниточки, иголочки передних зубов, ей полностью сделали реставрацию, то есть ребенка голливудская улыбка полностью, восстановление. Все доступно, бесплатно, с замечательным отношением, с великолепным. И хочется просто каждый день им звонить и говорить спасибо за ту работу, что они проделали. И даже после завершения лечения стоматологи нас контролировали и подсказывали, что необходимо дальше делать, какие примочки, какие зубные пасты, мази, гели использовать. Очень грамотно и внимательно курировали нас, что очень приятно, рассказывает Елена. А попасть на лечение просто. Родителям необходимо обратиться в детскую поликлинику, где идет плановая запись, а после ребенка приглашают на осмотр и дают перечень анализов. Они сдаются быстро, за 2-3 дня. И в назначенный день, а это обычно по пятницам, в многопрофильной больнице сотрудники детской стоматологии при поддержке реанимационной бригады проводят лечение зубов. Обезболивать внутривенно, наркоз давать, на аппарате держать, потому что зубы когда возятся, там и кровь, и гной, и все может быть, попасть в легкие. Поэтому интубируем, сажаем на аппарат, и на аппарате находятся под наркозом до конца лечения. Ну, лечение может длительно быть. И три часа проходит, и три с половиной. Ну, минимум это полтора часа. По 4-5 часов уходит на полную санацию зубов одного ребенка. И поэтому за день лечат только одного пациента. Стоматологическая помощь детям с ограниченными возможностями здоровья оказывается в Черкесске уже два года. С 2020 года у нас было принято 43 ребенка. Из них 27 санированы полностью. Несколько детишек у нас уже по возрасту санированы переданы во взрослую сеть. По 18 лет, когда исполняются, они переходят уже во взрослую сеть. Это большой прорыв. Это вот то, о чем у всех на слуху. Доступная помощь всем, в первую очередь инвалидам. Это вот сознание общества меняется буквально на глазах, когда вот отношение к доступности помощи инвалидам становится основной темой здравоохранения. Минздрав Республики приобрел необходимое современное оборудование, обеспечил медикаментами и, самое главное, сформирована профессиональная бригада из лучших специалистов детской стоматологии и многопрофильной больницы в составе пяти человек. И каждый ребенок с ограниченными возможностями здоровья может здесь получать первоклассную стоматологическую помощь бесплатно. Аладинаева, Али Бастанов, Расул Бердиев, Вести, Крачево-Черкесия. Четыре населенных пункта Крачево-Черкесии отобраны для участия во всероссийском голосовании по отбору общественных территорий к благоустройству в 2023 году. Это Черкесск, Карачаевск, Усть-Джигута и поселок Медногорский. Вторые всероссийские онлайн-голосования по выбору приоритетных объектов для благоустройства продлятся вплоть до 30 мая. В этом году в нем участвуют аллея по улице Даватора в Черкесске, вблизи погрануправления, аллея в Карачаевске по улице Мира, парковая зона в Медногорском и общественные территории в Усть-Джигуте по улицам Морозова и Первомайская. Глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов призвал всех жителей республики не оставаться в стороне и присоединиться к голосованию. Проекты, которые наберут наибольшее число голосов, будут благоустроены уже в следующем году. Наш земляк Руслан Охтов стал победителем Всероссийской гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы». Это были финальные игры 30-го юбилейного сезона. Надо отметить, что ученик из Черкеска стал впервые победителем этой игры за последние 8 лет. И сегодня в эти минуты в нашей студии Руслан расскажет моей соведущей Белле Джозаевой о том, где ему было сложнее держать победу. У нас в республике или в Москве. А также он поделится своими впечатлениями о своем участии в программе и расскажет, каким бы он хотел увидеть наше будущее. Доброе утро всем. Доброе утро, Руслан. Здравствуйте. Я очень рада видеть тебя сегодня у нас в гостях, потому что ты, на мой взгляд, очень уникальный парень. Начнем с того, что ты, на мой взгляд, энциклопедически образован. И самое главное повод для нашей встречи – это то, что ты единственный из нашей республики стал победителем телевизорной гуманитарной олимпиады «Умники и умницы», которая на Первом канале проходит. С чем я тебя, конечно, поздравляю. Спасибо. Насколько я знаю, это был 30-й юбилейный сезон. Здесь ты выиграл республиканскую олимпиаду нашу региональную и поехал в Москву. Скажи, пожалуйста, ты рассчитывал на первое место? Ты рассчитывал на победу? Вот только честно. Конечно. А для чего тогда все это затевалось? Я не рассчитывал то, что я выиграю на республиканской олимпиаде. Но вот после победы на республике я подумал то, что, ну, значит, и Москву возьму. Ну, то есть, если смог здесь, то смогу и там. Тебе было здесь на месте сложнее, что ли, чем в Москве? Конечно. А почему? Это же мой первый опыт. Первый опыт такого большого, такого, как сказать, самый большой и ответственный конкурс в моей жизни, это была республиканская олимпиада, потому что она самая первая, самая волнительная. Я никогда до этого времени столько не читал, столько не учил. А в Москву я уже приехал привыкший, потому что на самом деле республиканский отбор, это очень большая школа, очень большая подготовка к борьбе уже за победу на Всероссийской олимпиаде. То есть ты был уже опытный, можно сказать, с опытом? Ну, конечно. И вообще мне хочется выразить огромную благодарность Центру Дополнительного Образования, в частности этим перехомидованием, потому что они делают очень сильный у нас отбор, очень хорошо готовят нас. И в целом все с них и началось отсюда. Естественно, я хочу спросить о твоих впечатлениях, вот о самих съемках, о самой игре, о тех ребятах, которые там с тобой участвовали, о ведущем. Как вот все это проходило? Вот ты можешь описать этот процесс вот, ну, несколькими предложениями? На самом деле самые лучшие воспоминания с олимпиадой у меня связаны именно с ребятами. Я, когда ехал туда, я не ожидал то, что там каждый, абсолютно каждый ребенок будет настолько светлым, добрым и, ну, безмерно умным. То есть там я, наверное, нашел друзей, с которыми буду поддерживать связь на всю жизнь. Вот даже сейчас мы каждый день переписываемся, общаемся, и это, наверное, мое самое большое приобретение. На втором месте это, конечно, знания, очень большой опыт в том плане то, что все-таки съемки, они же тебя закаляют. Вот ты должен бороться со своим волнением, держать все, что ты выучил у себя в голове. Ну и, конечно, Юрий Павлович Вяземский – это просто человек с большой буквы, который дает шанс на самом деле детям с маленьких городов, с небольших сел пробиться в жизнь, и это очень ценно. Какой был вопрос победитель? Ну, самый последний мой вопрос на дорожке. Мне зачитали отрывок из произведения Пушкина, песни «Стеньки разини». Ну и мне, собственно говоря, нужно было назвать, кто автор и как называется стих. Ты сразу ответил? Да, на все свои вопросы отвечал, сразу не задумываясь, потому что, на самом деле, я ожидал то, что вопросы финала будут... Они и так были трудными, на самом деле, без особой подготовки ты ни на что не ответишь, но я прямо как-то слишком глубоко копал, а там все было не настолько кровожадно, как я думал. И, ну, действительно, в своем агоне я знал ответы на все вопросы, и на свои три вопроса ответил без замедления. История, литература, русский язык, общество – это то, что ты знаешь, правильно? Конечно, да. Мне бы хотелось, знаешь, что спросить. Вот в какую историческую эпоху, да, вот была бы у тебя возможность, ты бы хотел жить? Ведь ты в истории хорошо разбираешься. На самом деле, каждая историческая эпоха, она же прекрасна своей самостью и своей оригинальностью. И в каждой исторической эпохе можно найти то, что тебя привлекает и то, что тебя отталкивает. Но мне кажется, то, что лучше жить все-таки в свое время, в своем мире, потому что это огромная разница в нравах, обычаях, в привычках, в твоих потребностях. Я бы никогда не смог бы жить там, во времена Романовых, в условно 19 веке. И даже с трудом бы, наверное, выжил бы в Советском Союзе, потому что я просто не приспособлен к такому абсолютно. Но если говорить по антуражу, то это, да, скорее всего, Романовы, 19 век, это королевские баллы, все такое, да. Я почему-то именно так и думала. А литературный герой, вот твой герой, кто литературный? На самом деле, это очень смешная история, потому что и в четвертьфинале, и в полуфинале мне попадался вопрос про роман Стендаля «Красное и черное» и, соответственно, вопрос про главного героя этого романа, Жульена Солера. Проблема в том, что я не ответил на вопрос, на имя главного героя романа «Красное и черное» в полуфинале, потому что я растерялся полностью. Но мне было очень стыдно. Но все-таки я выберу его, потому что это, наверное, какой-то знак судьбы, потому что мне попадался очень часто, и мне нужно будет определенно прочитать этот роман новым взглядом. Этот человек, который боролся с нравом, его можно сравнить с нашим Чацким, на самом деле, но просто это французский антураж, я очень люблю Францию. А в какой стране хотел бы ты жить? Ну, все-таки я думаю, то, что лучше. В России, страны нет, лично для меня, для проживания. А в жизни кто твой герой? Мама? Мои родители, да, которые меня воспитали, которые вложили в меня много всего. Я очень сильно им благодарен за это. Вот какими сверхспособностями ты бы хотел обладать? Фотографическая память или знать все на свете. Ну, ты же и так много знаешь. Ну, не все на свете. Знать все языки в мире, что-то такое. Вот как проходит твой день? Ну, в последнее время я просыпаюсь, умываюсь, делаю всю утреннюю рутину и сразу сажусь за учебниками. Ты вообще спишь? Ну, стараюсь ложиться пораньше, на самом деле, в последнее время. Особенно после «Умница-умник». Потому что... Просто ты же говорил, что ты не высыпаешься совсем. Да, да. В процессе подготовки к «Умницам-умникам» нужно прочитать слишком много литературы. И я старался читать по книжке в день, чтобы не сбиваться с графика. Но после победы, я думаю, так, нужно восстановить свой режим. И теперь я стараюсь хотя бы до полуночи ложиться спать. И не ругать себя за то, что я там не прочитал все, что я хотел за день. Как ты себя перезагружаешь? Вот у тебя в голове много информации. Много, правильно? Как ты эту информацию по полочкам расставляешь? Как ты отдыхаешь? Как ты приходишь в эмоциональное спокойствие? Не знаю. Наверное, в эмоциональное спокойствие я не приду до конца июня, когда я не увижу результаты ЕГЭ. Не знаю. Все само собой расставляется по полочкам. Я просто читаю, конспектирую. Потом перечитываю то, что я законспектировал. Я особо с этим не напрягаюсь, чтобы как-то это систематизировать в своей голове. Вот. Насчет отдыха я... Иногда выхожу погулять. И все. Наверное, ты не спортивный парень. Нет, не очень на самом деле. Ты же интеллектуал? Ну да. Зато умный. В этом, конечно, никто уже не сомневается в нашей стране в том, что ты умный. А какие качества для человека ты считаешь самыми важными? Искренность, доброта и честность. Каким бы умным не был человек, какой бы властью он не обладал, каким бы он не был смелым, и еще у него может быть сто крутых невероятно качеств. Если он не добрый, не искренний, не честный, то грошься на этому человеку. За какие качества ты себя уважаешь? Ну, скорее всего, это умение ставить цели и умение их добиваться. А какие качества ты в себе не приемлешь? Нервозность. Это у всех? Ну, излишняя к себе строгость иногда. Не знаю. Просто иногда хочется отдохнуть, но я себе не разрешаю отдыхать. И потом у меня все время плохое настроение, я срываюсь на людей. Ну, то есть, мне кажется, с этим нужно... Я очень злой на самом деле бываю. Ну, во-первых, у тебя все-таки, если так сказать, ну, по-научному, наверное, все-таки еще переходный возраст. В принципе, тебя, конечно, можно назвать с уверенностью личностью, сформировавшейся полностью личностью. Но, тем не менее, ты же еще очень-очень юный. Вот своим взглядом юным, скажи мне честно, каким ты хочешь видеть мир вокруг себя? Идеальный мир. Светлый, чистый, где люди никогда не плачут, где нету раздора, ссор, где все люди довольны, счастливы, везде процветание. Я знаю, что по итогам вот умников и умниц ты автоматически зачисляешься в МГИМО. Значит, ты будешь дипломатом. Да. Какой ты видишь эту свою работу? На самом деле я выбираю такую трудную, на самом деле, работу, не просто так. Я хочу быть полезным, прежде всего, для своей страны, для общества, в котором я живу. Я хочу сделать мир вокруг себя намного лучше. И я считаю, что работа дипломатом, в принципе, эта профессия, это направление, может мне помочь достичь мне вот эту свою детскую мечту, сделать мир лучше. Наверное, если ты будешь выбирать себе невесту, она должна быть такая тоже умная девушка. Очень умная девушка. Ну, желательно, да. Я думаю, другую ты не выберешь. Жена дипломата тоже должна быть дипломатичной? Конечно. Да. Ну что ж, я желаю тебе всего самого наилучшего. Я в тебя верю. Я думаю, что мы еще услышим о тебе. Я думаю, что благодаря именно таким ребятам, как ты, наш мир действительно становится лучше. Спасибо большое. Спасибо тебе. Юные гимнастки из Карачаева, Черкесии стали победительницами и призерами соревнований по художественной гимнастике Кубок Весны, состоявшихся в Сочи. Они завоевали одну золотую, четыре серебряных и две бронзовые медали. Девочки отлично выступили, продемонстрировав прекрасную физическую подготовку. Первое место заняла Ксения Скринникова, серебро у Валерии Углицких, Ксении Стришной, Софьи Баженовой, Александра Колосовой. На третьей ступени пьедестала Полина Чайковская и Полина Машкина. Завтра в это же время жду вас у телеэкранов. Ну а в 14.30 смотрите информационный выпуск вестей Шерифат Лепшокова и хорошего продолжения дня. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok